Привет, друзья! Редийский экклюзив первый о главном. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки и комментируйте наше видео, а мы начинаем. В Соединенных Штатах Америки около 80% Конгресса и Сената полностью поддерживают Украину, однако 20% считают более приоритетными внутренние проблемы страны и вопроса Китая. Об этом рассказал бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью интернет-изданию «Радио Свобода». Как говорится в сообщении, около 80% Конгресса и Сената полностью поддерживают Украину, однако есть и выражающие противоположную позицию. «Я обеспокоен другими американскими трендами. Около 80% Конгресса и Сената полностью поддерживают Украину, резко выступают против российской агрессии, против Украины выступают за оказание помощи Украине, чтобы она могла противостоять этой агрессии. Но другие 20% не поддерживают эти действия из-за разных причин», сказал Волкер в интервью. По словам экс-председателя США по Украине, часть Конгресса и Сената, которая не поддерживает помощь Украине, считает первоочередным решать вопросы с Китаем и заняться собственными проблемами, которые нужно финансировать. Кто-то ставит за приоритет Китай, кто-то считает это пустой тратой бюджетных денег, потому что непонятно, как долго это придется делать. Кто-то думает, достаточно внутренних приоритетов, которые тоже надо профинансировать, а некоторые считают, что это безнадежно, что это не будет работать. Эти голоса стали заметны значительно позже, и мы видим все больше людей, приводящих эти аргументы, сказал он. Также Волкер отметил, что для 80% Конгресса и Сената важно быть сильными и четкими в продолжении поддержки Украины. Россия должна покинуть Украину и вернуться в пределы своих границ. Если Россия продолжит свой империалистический курс, это опасность для нас всех, для Европы, для США. Это та же идеология, которая повлекла за собой Вторую мировую войну. И мы не хотим повторения этого. Россия должна согласиться вернуться на свою территорию. Если это произойдет, может наступить мир. Но я не думаю, что мы близки к этому прямо сейчас, сказал Волкер изданию Радио Свобода. Как пишет Радио Свобода, США уже предоставили огромное количество вооружения Украине. Темпы поставок будут сохраняться или даже расти. В частности, речь идет о системах Хаймарс, о постоянном потоке боеприпасов и артиллерийских снарядов. «Мы постоянно пытаемся расширить наши возможности. Чтобы поставлять больше, есть большая решительность делать все, чтобы убедиться, что следующий раунд финансирования позволит продлить поставки», – в том же темпе сказал Волкер. Даже самые мощные нейтральные страны с сильными армиями сейчас просятся по защиту Альянса, поэтому Украину следует принять сразу после окончания войны, говорит Волкер. Волкер призвал страны НАТО пересмотреть многолетнее нежелание принимать в свои ряды Украину. Если самые мощные нейтральные страны с сильными армиями решают, что оставаться нейтральными опасно, думаю, следует обернуться и пересмотреть вопросы членства Украины в НАТО, как только эта война прекратится, отметил дипломат, комментируя намерения Швеции и Финляндии стать полноправными членами Альянса. Волкер добавил, что действия России, вероятно, будут побуждать искать членства в НАТО и другие страны, которые находились годами в серой зоне, в том числе Молдову и Грузию. Он подчеркнул, что главное преступление – это агрессия России, и она должна прекратиться. И ни о каких уступках России не может идти речи. Я не понимаю даже логики разговоров о том, что Путину нужно сохранить лицо. Это неспровоцированная агрессия против соседней страны. Ее необходимо прекратить невозможно, сказал Волкер. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и не забудьте перейти на наш новый телеграм-канал. Ссылки в описании.